здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания и сегодня 25 июля четверг перед началом передачи перед тем как я озвучу тему сегодняшней передачи я хотел бы еще раз обратиться к нашему радиослушателю дину розуны попросить его не звонить на мы не будем вас подключать все что вы уже хотели нам сказать за то время что вы нам звонили вы уже сказали единственное что могу сказать что могу позвонить маргарите симоньян и чтобы она вас поблагодарила за вашу работу на российское телевидение может быть вас даже наградят органом это будет видно уже от нее зависит ну а для всех радиослушателей ведущие сегодня геннадий брумер и эдуард брумер а мы я сейчас скажу телефон те кто к нам первый раз может быть подключиться будут смотреть 847 4 2 0 5 2 2 0 и посмотрите нас пожалуйста на ю тубе на сайте народная волна ставьте лайки отмеча оставляйте свои комментарии всегда будем рады с вами пообщаться и мы будем называть сегодняшнюю тему да а есть такое выражение язык до киева доведет да все это знают все школе учились все жили многие жили советском союзе я думаю что все даже жили советском союзе только в разных республиках мы сегодня будем говорить о великом русском языке и насколько этот действительно великий русский язык должен иметь государственный статус а в постсоветских республиках и государствах республиках и в таком государстве как израиль то есть будем так говорить чтобы более как бы сформулировать свою свой вопрос надо ли чтобы русский язык был государственным языком в бывших советских республиках и в государстве израиль нам будет интересно знать ваше мнение но перед тем как мы начнем принимать звонки мы с гена немножко обсудим эту тему гена выскажет свое мнение и потом мы начнем принимать звонки единственно еще раз хочу обратиться ко всем пожалуйста будьте культурные интеллигентны даже если вам не нравится то что говорит предыдущий радио вас всех любим и уважаем до ген а является ли действительно русский язык великим по твоему мнению я думаю что до русский язык является одним из самых великих языков среди тех которые сегодня существуют на этом языке говорили как известно чайковский толстой чехов люди которые на которых знают во всем мире писал булгаков но это давай так ответим сразу да конечно это один из самых величайших культурных ценностей мировой мировой культуры да да конечно и давай начнем сразу будем говорить об этом до чтобы не занимать время наша родная белоруссии в нашей родной белоруссии русский язык является государственным наравне с белорусским языком и это установлено конституции да но дело в том что сейчас идут большие дебаты и россия очень недовольна тем что странах прибалтии да это прижимается да то есть не дают возможность открывать и закрывают русскоязычные школы как известно за последнее время в украине русский язык на государственном я хочу чтобы мы понимали что речь идет о том чтобы чиновники да и государственные служащие говорили на русском языке обучение в школу его и обучение школах тоже шло на русском языке мы только об этом говорим потому что в обыденной жизни естественно в украине в других республиках где люди хотят говорить на русском языке им никто не запрещает они свободно могут говорить единственное что вот должен ли быть русский язык вторым государственным языком да в украине за последнее время принято и нет закон закон где единственным языком для чиновников и для государственных служащих является украинский правильно ли ты считаешь правильно ли это сделано или все-таки надо чтобы так как все-таки русский язык на очень много лет являлся языком общения в украине надо ли чтобы все-таки русский был вторым государственным языком во первых скажем сразу я считаю что украинский язык это тоже великий язык на этом языке говорил тарашевченко на этом языке играл великий актер богдан ступка поэтому здесь даже разговора нет у каждой страны сколько бы народов там ни жила страны должен быть один я считаю один государственный язык на котором общаются все ты можешь дома со своей женой со своим друзьями говорить на том языке на котором тебе удобно никто тебе не запрещает мы живем в сша где ну просто море разных национальностей и всех языков и даже не пересчитаешь но здесь есть государственный язык английский когда вы сюда при собирались приехать нам было указано сказано вы должны выучить английский язык желательно в нашей стране знать еще испанский ну только потому что большая испаноговоряя латинская община испаноговорящая плюс в чикаго много живет выходцев из польши и если ты немножко говоришь на польском языке тоже как бы это при определенных бизнеса в определенных местах да но но есть государственный язык и этим на этом языке точно так же как я считаю в украине должен быть один государственный язык его должны учить дети которые идут в школу если есть русскоговорящие то они могут факультативно открывать какие-то школы и изучать русскую культуру российскую культуру русский язык никто им я думаю никто ему это не запретит сейчас мы еще раз озвучу телефон нашей студии 847 4 2 0 5 2 2 0 мы можем принимать ваши звонки нам будет интересно ваше мнение по поводу русского языка надо ли чтобы он был вторым государственным языком в постсоветских государствах и республиках и в таком государстве как израиль кстати я не зря вспоминаю израиль потому что уже некоторые политики ведут такие как бы депока это дебаты о том чтобы в израиле так как в израиле большая на половину русский да русский да то есть говорят очень много на русском языке чтобы ввести второй язык я к этому крайне негативно отношусь на ваше мнение говорите пожалуйста добрый добрый абсолютно согласен в государстве релик должен быть один общаться ты можешь на какого языке ты хочешь детей учить на каком языке допустим украине живет очень много русских русскоязычных и так далее того подобное я считаю что каждый отдельно взятой школе если собирается определенное количество детей родители которых хотят учить их русскому языку этой школе до школы должна предложить учителя и факультативно как дополнительная учитель должен да выступал учить детей русскому языку ни на каком государственном уровне русский язык на украине в любой другой стране кроме россии будет не может быть второго третьего государственном ну правильно да государственный язык один лавреник это английский в японии ты японский в китай китайский тогда на украине и он говорит по русски и по украински ему и мне намного проще мы считаем русский язык своим родным языком но не уважать право в данном случае украины и чтобы один единственный украинский язык национальными и государственным надо не понимать и не уважать просто ту страну в которой ты живешь спасибо спасибо большое говорите пожалуйста у нас очень много звонков мы вас слушаем добрый день здравствуйте аня слушайте ребята у меня сразу вопрос во первых какой русский язык имеется в виду современный или классический разговорный но это нюансы это нюансы ну будем так все россияне владеет определенным русским языком доступным для понимания очень многих людей мы говорим о нормальном русском литературном нормальном русском литературном языке а ну будем говорить культурным да то что воспринимается в обществе ну вот в том-то и бездаши они как раз им не владеют по моему например общению с россиянами но это ладно бог с ним это нюансы а моя точка зрения такая что действительно должен быть государственным языком и язык ситульной нации это во первых а русский язык я так полагаю слушать в частных школах пожалуйста вперед из песни создавать частные школы открывать и воскресные и после это преподают на каком хотят языке если это частная школа если это государственная школа то я так считаю что там должен быть государственный язык то есть язык ситульной нации спасибо спасибо мы вас слушаем говорите добрый день добрый день здравствуйте я так думаю что язык должен быть один украинский ну пример украинский ну государственные и предметы и должны изучаться на украинском языке там где сейчас это происходит по русски должны с первого класса детей приучать может быть даже не понемножку вводите в старших дело в том что многие многие приводят пример вот швейцарии четыре государственных языка как хорошо да хорошо но у них нет такого агрессивного соседа как россия рядом там хорошо действительно поэтому россии и украине надо защищаться язык это мера защиты чтобы людям не ну как бы дети росло поколение которым было удобнее говорить по-украински можно изучать русский факультативно можно и там какие-то организовывать возможности чтобы люди знали ничего плохого что они будут знать язык но комфортнее должно быть на украинском чтобы им не промывали мозги за те же деньги за какие промывают в россии спасибо спасибо говорите пожалуйста добрый день здравствуйте у меня до вопроса первое много ли украинских школ в россии а второй вопрос пока россии будет враждебным государством никаком понимаете русском языке на государственном уровне быть не может если будет дружба пожалуйста оговорите что хотите спасибо 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 а говорите пожалуйста добрый день добрый день а в антике второй язык мексиканский или испанский но смотрите куда бы вы не пришли в государственные учреждения с вами по испански говорить там не будут вам могут предоставить испаноязычного представителя но с вами будут говорить только по-английски в любом суде где бы вы ни были только вам могут предоставить бумагу где будет и на английском и на испанском но только потому что это это может быть или заранее обговорено уважительно просто к тому что община большая но ни один судья никто не полицейский банк является государственным учреждением или частным но я не знаю как вот это только это только для легкости бизнеса в государственном уровне только английский язык сша ну спасибо за ваше мнение спасибо а по поводу швейцарии швейцария это изначально государство двухъязычное двуязычное поэтому даже 3 3 насколько я знаю немецкий французский итальянский итальянский да меня поправляет это замечательно поэтому как говорится это было изначально как бы исторически поэтому там ничего не менялось но дело в том что украина и страны прибалтии да и будем так говорить страны которые входили в советский союз это немножко другая история вот смотри был советский союз и было много национальности больших национальности исторических все обязаны были учить русский язык а вот белорусский киргизский либо грузинский это вы как хотите можете учить это был вторым языком вот мы с тобой изучали белорусский язык отдельно правильно да отдельно мало этого если вы были дети военнослужащих не обижали из одного в другое то это было не обязательно да и даже если по национальности был русский человек он мог отказаться от изучения белорусского говорите пожалуйста я хочу сказать что насчет того как изучали я большинство своей жизни союзе прожил на украине и я со 2 класса до 11 учила украинский это хорошо или плохо это хорошо я не говорю о том что я хочу вам сказать что разговор должен идти не о том что говорить на русском или не говорить на русском государственный язык должен быть украинский один то о чем мы говорим да а вот говорить понимаете то что я сказал вначале половина жизни на украине я жил в харькове в харькове практически никто не говорил по украински а феликс я прошу прощения вы слышали что я говорил в начале передачи я говорил о том что мы не ведем разговор о том что не разрешается говорить на русском языке в частной жизни людей я как раз говорил о том что ты в своей частной жизни гуляя по улице можешь говорить хоть на иврите это твое право на чем ты хочешь говорить но государственные служащие чиновники которые служат государству обязаны обязаны и в школе и школе преподавания должно быть на этническом языке этого государства говорите пожалуйста добрый день здравствуйте знаете у меня такой вопрос пожалуйста когда английский стал государственным языком в америке я об этом спрашиваю потому что еще два года назад приходили мне письма не помню название этой организации добиться чтобы английский стал государственным языком ну это какие-то левые письма приходили в это видимо от демократов только демократическая партия может при такие письма присылать республиканская такие присылать не будет значит эдик давай рассмотрим два вопроса вот в белоруссии например существует государственный русский язык и государственный белорусский язык и мы хотели с тобой поговорить еще об израиле все таки а потому что многие наши иммигранты особенно пожилого возраста очень бы хотели бы чтобы русский язык тоже стал бы государственным и это было бы так легко и удобно и как бы все таки и он и всего прочего ген я тебе просто хочу сказать что такие дебаты если ты зайдешь на русский портал израиль ну то что рассказывает о политике израиля государства израиля то там такие дебаты уже ведутся среди политиков мы говорите пожалуйста мы вас слушаем добрый день добрый день потому что я своими ушами слышал до последний год президентства буша младшего был принят закон об английском государственном языке а до этого не было откройте истории прочитайте спасибо говорите пожалуйста добрый день добрый день добрый я я всю жизнь жил в Харькове в школе сразу после 3 класса 3 класса во всех русских школах был русский литература письменность и была украинская литература письменность так и есть и никто никогда даже звука не произносил ну это был советский союз правильно все правильно добрый день говорите пожалуйста добрый день господа моему глубокому сожалению и многих звонящих хочу сказать что английский язык глубокому сожалению не конституционно незаконодательно не является государственным языком Соединенных Штатов Америки и вот за это тоже нужно здесь бороться а украинский конечно для украинцев спасибо спасибо ну мы говорим о всех странах не только в Украине все таки мы говорим о странах Прибалтии мы говорим о том а должен ли быть русский язык вторым государственным языком бывших советских республиках государства и плюс в таком государстве как Израиль так как там большинство населения огромное да я не скажу большинство это ошибка огромное количество людей говорит на русском языке дело в том что государственная российская пропаганда настаивает на том чтобы в странах Прибалтики и в Украине русский язык стал вторым государственным они об этом говорят недавно на такой передаче одиозный 60 минут несколько экспертов про властных экспертов честно говоря издевались и посмеивались над украинским языком говоря о том что на нем невозможно науки изучать на украинском языке например наш брат старший который хотел быть инженером он изучал такой предмет сопромат вот они издевались над тем что а как же изучать сопромат на украинском языке то есть для них это удивительно они говорят что русский язык должен быть обязательно в Украине я например резко выступаю против этого у каждой страны есть свой государственный язык говорите пожалуйста мы вас слушаем добрый день ну вот вы так говорите а я помню когда в Харькове приводили надо было оперу пить на украинском языке это в Советском Союзе вот представьте подули я килком приперты ну понимаете дело в том что петь если вы здесь пойдете в театр я сейчас отвечу просто сразу потом мы примем звонок если вы пойдете в театр и посмотрите кто играет роли Чехова да песок Чехова то вы очень во многом удивитесь дядю Ваню вы увидите не совсем белого цвета поэтому и культура не имеет границ понимаете поэтому я думаю что все таки оперу можно петь на украинском языке и нужно мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день здравствуйте вы тут вообще то говоря вводите в людей в заблуждение насчет официального английского языка в нашей стране нет такого языка вообще никакого есть наиболее употребимый язык это английский язык это правда документы на каком языке приходят и надо добиваться того чтобы здесь был официальный язык английский хорошо спасибо добрый день вас слушаем да я хочу ответить как оперу и науки невозможно это полная чушь все науки возможно я учился в институте в Советском Союзе да поступил заканчивался свободно в Украине и перевели запросто и извините анатомия и микробиология все есть украинские термины термины и у меня друзья учились технических вузов КПИ в Киевском и Сопромат и высшая математика и химия и биология запросто учатся на родном украинском языке это чушь насчет Израиля тоже там много русскоговорящих это одно дело то что многие из них из этих русскоговорящих не удовольствовались выучить иврит это говорит о малокультурности и местечко власти это даже неуважительность по отношению культуры это неудобную идею о том что русский язык был в Израиле государственным что с ума подходит уже вообще ну начинается да мы принимаем последний звонок потом уходим на рекламу слушаем вас пожалуйста добрый день здравствуйте я вам знаете что скажу вы абсолютно правы должен быть государственный один язык и то что вообще вот эти передачи о которых вы упоминаете я бы их вообще не упоминал бы этот бред невозможно слушать мало того тот русский язык который там звучит это вообще стыдно согласен да 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 вы сами понимаете чем полностью согласен полностью согласен спасибо спасибо мы уходим на рекламу здравствуйте дорогие радиослушатели мы возвращаемся в передачу политинформании сегодня мы говорим о русском языке должен ли он быть на государственном уровне принят в бывших странах Советского Союза, в прибалтийских странах, в Украине и в таком государстве, как Израиль. Поясняю свою мысль, должны ли чиновники, государственные служащие в этих странах, в учителях школах говорить на русском языке? То есть, должен ли быть русский язык государственным языком в этих странах? Нам очень интересно узнать ваше мнение. Я просто немножко не понимаю. Я понимаю Украину, Россию. Это я понимаю. Я не понимаю. Израиль, то есть мы со своим, как говорится, уставом в чужой монастырь, то есть мы едем в ту страну и мы что-то пытаемся там устанавливать? Толь, давай будем откровенны, да? Я не хочу никого обидеть, но давайте подумаем, кто в Израиль приехал, откуда и с каким менталитетом. Это выросшие люди в Советском Союзе с особым менталитетом, с особым взглядом на то, что им должны, не они должны, а им должны. Которые привезли вот этот менталитет и которые считают, что с этим должны считаться. Это все очень просто. Как многие иммигранты вспомни, говорили, почему мы должны учить английский. Пускай они звучат русский. Я понимаю причину. Я просто говорю, что я не понимаю логику. Приехать... Вот поезжай сейчас в Мексику, зайди там где-нибудь в Тихуану и скажи, а я хочу, чтобы вы говорили по-русски. И посмотри, куда он попадется. Ну вот видишь, это, будем так говорить, это менталитет, который изменить для многих невозможно. Вот смотри, сегодняшний мир очень многообразен. Ты можешь приехать в Нидерланды, там все говорят на английском. Ты можешь приехать во многие страны, в Германию, все будут говорить на английском, поют песни на английском. Но это совершенно не значит, что на государственном уровне, в школах, в университетах, они не говорят на немецком. По сути, то, что утверждает сегодня российская власть, в Германии сегодня должен быть вторым языком турецкий. Там огромная турецкая община, и по идее, почему бы и нет. Поэтому мне кажется... Изначально у меня интересный вопрос в чем? Кто вообще такие россияне для того, чтобы обсуждать постановку языка на Украине? Два абсолютно разных государства. Да, они граничат между собой влияние. Ты знаешь, и привычка. Дело в том, что вот это понятие старшего брата, который будет указывать, что делать, оно в людях неистребимо. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, сегодня опять интереснейший вопрос. Скажем так, я прошел через школьную систему тут в Америке. Я знаю русский язык единственное потому, что я рожден был в русскоговорящей семье. Но по поводу испанского и других языков, в школе дается выбор, хотите брать или нет. Никто не заставляет. Но все классы проводят на английском. Мой хороший товарищ в университете учит русский язык. Даже этот класс преподается на английском, что люди понимали. По поводу Израиля, то, Эдвард, я с вами совершенно согласен. У страны есть свой национальный государственный язык иврит. Как это мой отец поехал в Израиль, и ты зашел в магазин, и там люди говорят. А почему они говорят на ненормальном языке? Почему не на русском? Почему ты гость к стране, и тот человек должен говорить на том языке? А я объясняю. Потому что они хотят, что им было бы так легче, что там можно было свободно жить, и не наполнять свою голову всякой другим языком, занимать свое время. Это неправильно. Я с вами совершенно согласен. Спасибо. А с другой стороны, как и Геннадий сказал, должен быть свой язык. Потому что тут живут американцы, должен быть английский язык. Спасибо. Хочу сказать молодому человеку, который позвонил, что у него довольно хороший русский язык, хоть и с акцентом, но все-таки для его возраста, я думаю, что ему где-то около 20, может быть, немножко больше. И у него довольно хороший русский язык. Сказать благодарность его родителям. То, что у человека есть возможность общаться на двух языках. Это замечательно. Я считаю, что тут как раз-то никаких проблем. Знание многих языков, это очень хорошо. Это высокий культурный уровень. Но дело в том, что когда одно государство диктует другому государству, что оно должно принять их язык, это культура. Это в первую очередь культура. Должны, обязаны принять. Как это вы, как это вы не будете говорить на русском языке. Кстати, обрати внимание, в этой же одиозной передаче, 60 минут, да, многие вот эти провластные эксперты говорят, интересно, и вообще мысль высказывают, что такого государства, как Украина, не существует в принципе. Понимаешь, о каком языке можно говорить, когда государства нет? Вот такие вот, я понимаю, есть такое слово дебилы. И оно не такое, как бы употребимое в прямом эфире. Все-таки оно не такое грязное, как другие слова. Это министры иностранных дел, любимое слово. Но по отношению к этим людям найти какое-то нормальное слово просто невозможно. Есть государство Украина. Почему есть слово? Нацисты. Нацисты, да. Но нацисты это русские, сейчас они, русская власть это употребляет только для украинцев. Или, значит, страны Прибалтии. Это только там нацисты. В России нацистов нет. И дай бог. Совсем не существует. Вообще их не существует, да. Их там никогда и не было. Вот. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Говорите, мы вас слушаем. Алло. Да-да, мы вас слушаем, пожалуйста. Насчет языка в Соединенных Штатах. Да. Спасибо большое. И дальше. Договорите, пожалуйста. Добрый день. Дорогие друзья, мы сегодня не обсуждаем язык Соединенных Штатов. Сегодня Эдуард и Геннадий вам дали четкую тему насчет русского языка на Украине и в странах Прибалтии и Израиле. И в странах Прибалтии и Израиле. Все. Забудьте про американский язык и про то, что происходит в Америке. Об этом речь не идет. Спасибо. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Пока нет звонков. Давайте, давай будем дальше говорить. Звонки нету пока, да? Ну, хорошо. Значит, еще раз хотел бы сказать, что язык – это основа культуры. Это основа нации. Значит, если есть нация, есть язык. Собственный язык. Но если ты влился в другую страну или в другой какой-то цивилизационный мир, ты должен принять этот язык. Естественно, не забывая о своем языке. Но ты должен принять. Я хочу тебе напомнить, да, что так как мы с тобой из Белоруссии, с Минска, да, был такой выдающийся, даже великий музыкант Владимир Мулявин. Группа Песняры. Так вот, для многих, может быть, это станет как бы новостью, человек не родился в Минске. Он сам из Смоленщины. Приехал из Свердловска. Но он из Смоленщины жил в Свердловске и переехал. Причем переехал в Беларусь уже в сознательном возрасте. И, выучив белорусский язык, популяризировал его своей группой. Говорите, пожалуйста. Только в 23 штатах. Мы вас услышали в 23 штатах. Дорогие друзья, я вас очень прошу, пожалуйста. Нет времени выслушивать ваши умозаключения по поводу других тем. Это будет другой передачей. Пожалуйста, сегодня придерживайтесь темы. Спасибо. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за передачу. Я хотел бы высказать свое мнение. Пожалуйста. Конечно, в любой стране государственным должен быть язык страны. В Украине, украинский, в Эстонии, эстонский и так далее. Другое дело, что человек хочет изучать, если у него русские корни, русский язык, или говорить с друзьями. Пожалуйста. Ты хочешь говорить по-узбекски? Говори по-узбекски. Если твой собеседник понимает тебя. Ну, а государственный язык, конечно, должен быть язык страны. Несомненно. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Смотри, Эдик, я хотел бы задать такой вопрос. Почему-то акцент российской власти делается конкретно на Украину или на страны Прибалтики. А вот, например, на страны Средней Азии, Узбекистан, Азербайджан. И даже в отношении, кстати, Грузии и Армении. Грузии. Эти вопросы не поднимаются. Абсолютно. Они никогда не говорят, что там должен быть... Попробуй кто-нибудь на центральном телевидении сказать, что в Узбекистане должен быть государственным языком русский язык. Он и в советское время там не совсем ходил. Но вот они делают именно акцент на Украине и Прибалтике. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Добрый день. Я начинал говорить, я, значит, продолжу. Значит, английский... Мы не будем уже сейчас еще раз предупреждать. На российский море. Анатолий, спасибо большое. Нет, мне просто, знаешь, черный юмор, да, честно. Вот я задал вопрос, почему говорится только про страны Балтики и Украину. Потому что в умах россиян, если мы зайдем в эти страны оккупантами, как же мы с ними общаться будем? Ну да. Они же должны уметь ценить. Они должны быть к этому готовы. Естественно. Кстати, Эдик, вспомни, мы когда служили в армии, там было очень много национальностей, но все обязаны были говорить на русском языке, потому что это был Советский Союз, титульный язык. Да. Мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз. Вы знаете, я очень возражаю против того, чтобы в Израиле русский язык стал тоже государственным. Я с вами согласен. Это просто безобразие. Точно так же, как наши люди, многие считают, что религиозных это плохо, они в армии не служат и т.д. и т.п. Я это знаю из первых уст оттуда. Так что надо нашим людям немножко поумнеть, приехали туда, вживайтесь в эту жизнь, тем более язык. Кстати, знаете, когда-то моего сына друг, мы приехали сюда, он в Израиль, сказал по телефону, какой антисемит выдумал еврит, потому что его трудно было выучить. Но потом выучил и очень доволен. А говорят, что на еврейском, на еврите выразить какие-то мысли, главное, гораздо короче и емче, чем на любом другом языке. Спасибо. Ой-ой-ой. Я хочу, кстати, напомнить, что, как бы, продолжая вашу тему, что практически весь русский мат и блатной язык, который довольно емкий и, как говорится, очень такой сразу понятливый, он исходит именно из еврейских, как говорится... Идыша. Да, идыша и еврейских слов. Насчет того, что женщина сказала, есть классный анекдот. Как сказать по-украински, перевести на украинский язык, уважаемый, не будете ли вы так любезны повторить то же самое, что вы сказали буквально 2 секунды тому назад? Представляешь, как это нужно перевести? Ну да. Элементарно. Догадываюсь. Шо? Шо, да. У нас, видите, есть минутка, как говорится, юмора, так что мы вас слушаем. Сейчас пока нету, да, телефон, продолжаем, Ген. Значит, язык, это, естественно, объединяющая вещь. Основа языка, это объединять людей. Общение и культурный код. Значит, все, я считаю, что и Толстого в Украине, и Чехова в Эстонии, и, скажем, ну, кого еще... Ну, смотри, Гена. Достоевского в Израиле надо читать на том языке, на котором в этом государстве... Да, может быть, оно, знаешь как, звучит не так, непривычно, но есть язык, есть культура, все. Давай вспомним, да, о великих, я повторяю, великих литовских актеров Будрайтис, Адамайтис, Масюлис и Банионис, да. У меня знакомые ходили в театр, где, значит, Будрайтис и Банионис играли пьесу Чехова, не помню сейчас какую, и, как говорится, это не имеет значения, но они ее играли на литовском языке. Да. И это тоже органично очень звучало благодаря их таланту. Так же, как Михоэлс в свое время играл Короля Лира на Идыш. Для нас это может быть удивительно, к сожалению, не сохранились съемки. Ну, есть небольшие эпизоды, которые говорятся. Но на своем языке... И, кстати, исполнение именно им Короля Лира считается самым великим исполнением в Советском Союзе. Да. Театральным исполнением. Да, точно так же, как мы слушали песню «Миллион алых роз» Пугачевой, точно так же, как и есть «Миллион алых роз» на латышском языке, и оно не хуже, абсолютно звучит не хуже, потому что это тоже красивый язык, и надо с уважением относиться, я считаю, к другому языку. Ну, для тех, которые говорят, что Украины как таковой не было, и вообще, что это за язык, мы можем вспомнить, пожалуйста, есть такой, был такой Тарашевченко, Ланя Украинка, Павло Татчина, да? Это люди, которые писали на украинском языке. Конкретно украинском. Только. И, кстати, Толя, я хочу напомнить многим, кто приехал из Советского Союза, были два таких замечательных, я даже считаю, выдающихся комика, как... Тарапунько и Степс. Степс или Тарапунько. Практически все их интерпризы, да... Ну, Тарапунько говорил на украинском, а что абсолютно... Вот это я и хотел сказать. Они очень органично вместе смотрелись. Они это и обыгрывали, и очень органично вместе смотрелись. И абсолютно все понимали, и все было нормально. И все понимали, и это было дополнение, будем так говорить, одного другому. Да. Украинский язык, посмотрите на великих украинских актеров. Это уже даже обращение не тем, кто нас слушает. Это, может быть, кто-то из России услышит. Великий Амрохи Бучма считается актер, ну, я не знаю, высочайшего, высочайшей культуры. Это считается величайшим актером. Так же, как и то, что Гена называл... У меня сейчас вылетело из головы. У меня... У меня тоже... Константин, тот же Константин Степанков. Степанков, и очень многих актеров. Мон, Богдан Сутко. Вот, прошу прощения. Богдан Сутко даже в Чикаго, если ты помнишь, привозил спектакль по Шолома Лейхему на украинском языке. Мы вас слушаем, пожалуйста. А, я как раз звоню по этому поводу. На Шолома Лейхему, Фиддлер и Беру. Поставили в Японии на японском языке полный мюзикл. Да. Песнями переведена на японский язык. Почему нет? Это тоже может быть интересно. Это не только интересно, это очень прознавательно для японской публики. Это очень интересно для них, конечно. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Мы слушаем вас. Говорите. Ну, значит, не говорите. Вот нету, когда языка, наступает тишина. Поэтому... Сейчас будет, да, сейчас повторят. Знаешь, интересная вещь. Я бы хотел спросить у того же... Как его этот, который ведет 60 минут. А, Попов и Скобеева. Попов Скобеева. Попов Скобеева. Попов Скобеева. Без дэш. Без дефиса. Да. Вот я бы им задал вопрос. Скажите, пожалуйста, вот приехал бы к вам в страну какой-нибудь там, допустим, ну, с берега слоновой кости, да, и сказал так. А я считаю, что вы должны говорить на моем языке. Как это? Вы должны, я приехал к вам, я ваш гость. Я хочу, чтобы ваш государственный второй язык был язык берега. Я понимаю, что там, по-моему, французский, если я не ошибаюсь. Но я просто приобрел. Как это можно приехать в чужую страну и сказать, я хочу, чтобы вы говорили на моем языке? Как это так? Россия навязывает свои желания и вожделения в стране, которая сегодня к ним абсолютно не имеет никакого отношения. Знаю, что ли, есть такое выражение, называется Великорусский шовинизм. Да. То есть русский мир называется. Да, сейчас это они сделали это русский мир, да. То есть вот это вот понятие, я уже повторял, повторюсь еще раз, понятие старшего брата, но никуда не... Насмешливое отплощение. Причем именно хамское, хамское, вот именно хамское, да, такое презрительное отношение к другому народу. При этом, при этом, они хотят, чтобы к ним относились с уважением и любовью. Такого быть просто не может. Идем дальше. У нас есть звонки, пока нету, да. Спасибо за слово учитель. Это даже приятно. У меня отец учитель, так что слово учитель для меня всегда очень... Это похвала. Даже похвала. Это очень важная школа. Это важное слово в жизни каждого человека. Так что за это спасибо. Кстати, отвечу вам быстро. Да, в Индию пришли англичане, и она была колонией. Это было такое время. Но сегодня все индусы говорят на хинди и говорят на английском. И все индусы, приезжающие в США, говорят на английском. А когда могут, дома говорят на хинди. Вы ни разу не можете увидеть ни одного премьер-министра, да, индийского, который бы выступая, официально выступая, даже если рядом с ним стоит американский президент или английский премьер-министр, чтобы он говорил на английском языке, а не говорят на своем языке. Хотя и понимают по-английски. Естественно, великолепно понимают, как говорится, и английский язык. Так что то, что вы говорите, это, как говорится, не имеет... Мимо цели. Это, да. Извиняюсь, вы мимо. И, пожалуйста, когда будете в следующий раз звонить, я вам даю еще один шанс. Пожалуйста, выбирайте выражение и говорите культурно. Я не буду, как говорится, вам хамить и говорить какие-то неправильные слова. Но, пожалуйста, я хочу уважения к нам тоже. Звонков пока нету, да? Но у нас еще и время перед тем, как мы будем закругляться. Как же ты хочешь резюмировать? Мы можем, как говорится... Давай будем резюмировать. Опять же скажем, что русский язык, язык великий, это великая культура, но она не должна навязываться никому, никакому народу. Тот, кто хочет изучать русский язык, welcome. Кто хочет изучать русскую культуру, добро пожаловать. Но ни в коем случае это не должно навязываться в других государствах, особенно тех, которые являются соседями России и которые когда-то входили в Советский Союз. Поэтому у них своя культура и добро пожаловать. Хотите изучать другие языки, приезжайте в Эстонию, изучайте эстонский язык. Тоже хороший язык, тоже красиво. Уважение и внимание к чужой культуре, к другому государству, к людям, которые населяют это государство, должно быть первостепенным. Уважать культуру, уважать историю этого государства, это должно быть в человеке главным. Вы приезжаете в другое государство, вы хотите там жить, воспринимайте это государство с его культурой, с его историей и, как говорится, относитесь к этому с большим уважением. Хочу напомнить, что сегодня исполняется 39 лет со дня смерти великого русского поэта, актера Владимира Семеновича Высоцкого. Человек, который поднял русский язык на очень высокий уровень, он его сделал более живым, более пивучим. И так как, говорится, мы с вами все приехали из Советского Союза, это очень хороший пример, как человек владел и с уважением относился к другим национальствам, к другим государствам. И если где-то он мог петь по-французски, он пел свои песни по-французски, уважая французский язык и уважая свою французскую жену, так как его жена Марина Влади уважала русский язык. И своих предков, когда приезжала в Советском Союзе, она довольно неплохо говорила и продолжает говорить на русском языке. Да, и поэтому сегодня хотелось бы вспомнить именно этого актера, которого слушают во всем мире. И мы вам предлагаем в конце передачи послушать его песню и вспомнить этого прекрасного, великого актера Барда и поэта. Всего самого лучшего! Берегите себя! Берегите себя! Всего! Берегите себя!